Эти ребята точно знают, что значит вести здоровый образ жизни. Для них потянуться на перекладе, не поднять гирю или пробежать стометровку не составляет большого труда. На областном молодежном фестивале «Готов к труду и обороне», который состоялся в универсальном спорткомплексе Подмосковья, встретились самые спортивные молодые люди Московской области. Попробовать свои силы в различных спортивных дисциплинах приехали команды из Нарафаминска, Орехова, Зуева, Королева, Серпухова и Ступина. Юные спортсмены рассказывают, для них подобные мероприятия очень важны. Нужна мотивация, боя к победе. Настрой, настрой самое главное, настроиться правильно и все будет. Это в принципе важно вообще в жизни и всегда. Командам предстояло продемонстрировать свои силы в дисциплинах, требующих хорошей физической подготовки и выносливости. Подтягивание из виса лежа для девушек, подтягивание с высокой перекладины для мужчин, наклон. Прыжок в длину с места, пресс и стрельба. После пандемии это первое массовое спортивное мероприятие по сдаче нормативов ГТО. Организаторы, как и положено, позаботились о соблюдении всех необходимых мер предосторожности. Проверяют людей, если температура есть, их отправляют сразу домой. Если температура нормальная, они проходят. Еще один пост пешеходный также точно проверяет. То есть у нас полностью перекрыты все входы, осталось только два, которые действительно соблюдают меры безопасности. На мероприятии также прошло награждение команд, которые принимали участие в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне». Кубок победителей получила Щелковская команда. Сегодня в городском округе Щелково остается кубок за первое место. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.